Доброе утро! Сегодня, по традиции, говорим о спорте. В ближайшие 60 минут будем подводить итоги Олимпийских игр с пылу с жару. Все сегодня это делают. Почему бы и нам не оказаться в тренде? Тем более, что человек, который сегодня у нас в гостях, отчитывается за все и про все, имеет непосредственное отношение и к Олимпиаде, потому как сама Олимпийская чемпионка, и непосредственно к проведению этих игр в Сочи, потому как мэр горной Олимпийской деревни. Ну, во-вторых, как депутат Госдумы, человек, который это все организовывал и все это проводил, в том числе и ее силами, Светлана Журовна, сегодня в гостях. Доброе утро! Доброе утро! Как приятно, что мы вновь встречаемся и что встречаемся по такому же Олимпийскому поводу, и что самое главное у нас есть сегодня поводы, конечно, порадоваться. Как мне кажется, Олимпиада, с одной стороны, может быть, неожиданно нам принесла триумф вместо провала, с другой стороны, есть какие-то подводные камни, о них мы тоже, если можно, сегодня поговорим. В общем, все, что касается игр в Сочи, сегодня тема нашего разговора, и я надеюсь, что 33 медали, которые мы не завоевывали никогда и из Сочи привезли, это как раз прекрасный повод для того, чтобы поговорить. Светлана, у вас время-то есть для того, чтобы спокойно перевести дух, или вы все время из Сочи в Сочи, из Москвы куда-то на какие-то мероприятия, а потом в комментаторскую кабину? Мне кажется, что для вас, как для людей, которые организовывали эти соревнования, которые их проводили, в общем, Олимпиада смотрелась совершенно по-иному. Вы знаете, даже меня сегодня кто-то упрекнул, а когда же вы вот тут вроде депутат должны обязанностями заниматься? Я сказала, знаете, Олимпиада, возможно, раз в столетие, может быть, у России. Да, вот в прошлом столетии была один раз. Может быть, и в этом столетии, кто знает, будет всего один раз. И пропустить и поработать месяц на Олимпиаду, ну, это просто обязанность, да, даже если кем бы ты не был при этом. Если у тебя есть такая возможность, волонтер ли ты или еще что-то, приезжаешь, все бросаешь и работаешь на Олимпиаду. Поэтому в моем случае было абсолютно точно так же. Поэтому я вот не устала, не заболела, я держалась до последнего и, честно говоря, даже вот удивилась, потому что думала, что сил, наверное, может не хватить, но хватило. Мэр, нет, не мэр, премьер-министр, по-моему, Дмитрий Медведев заявил, что такие соревнования крупные стороны проводят как минимум раз в 20 лет, так что на нашем веку, может быть, будет еще одна Олимпиада. Это он отвечал на вопрос про Сочи в перспективе. Хорошо бы, наверное, может быть, через какое-то время мы... Вот, знаете, уже очень у многих изменилось отношение к этой Олимпиаде, наверное, многие, кстати, наверное, не сегодня это точно, но через какое-то количество лет поймут, почему все-таки вот так стратегически подумали и именно в Сочи прошла Олимпиада. Оценить будет сложно сейчас, как же так же, кстати, наверное, как Московскую Олимпиаду, мы оцениваем до сих пор, хотя прошло 33 года, и так же будет и сочинской. Причем, знаете, вот удивительно, у меня был случай, когда я просто поразилась, потому что Томас Бах, президент Олимпийского комитета, он решил инкогнито приехать в Олимпийскую деревню. Инкогнито это значит, он сказал, что будет в течение Олимпиады, но когда, он не знает. Так получилось, что одни соревнования были задержаны, и на следующий день рано начинались другие в горном кластере соревнования. Он, видимо, решил, что вот это тот день Икс, когда, в принципе, нужно переночевать в Олимпийской деревне, утром позавтракать со спортсменами, пообщаться, поговорить. Соответственно, я так тоже участвовала уже в завтраке, и могу сказать, я поразилась, потому что он этим спортсменам, иностранным, всяких разных собрали туда за столом, он рассказывал, почему именно в Сочи. Я была просто поражена, потому что он знал такую информацию, реально, которая там у нас из архивов, ну, я думаю, что ему, конечно, это рассказали, но эти-то спортсмены точно не знали, почему в Сочи. Он рассказал, что там еще в 70-е годы эта тема была поднята Россией и Советским Союзом, что были сделаны планы, но так как была Олимпиада в 80, тогда пришлось отказаться, забыть об этом на многие 30 лет, и вот сейчас, вот это вот именно здесь, вы видите, как все это получилось, как развивается регион, как за 7 лет все это построили. И, в общем-то, честно говоря, такой большой пропагандист, потому что, правда, я была удивлена, что он с таким теплом говорил, но это было еще так, в начале Олимпиады, где-то середина на Олимпиады, но мы потом знаем, что в своей такой торжественной речи прощальный, конечно, он сказал очень много слов, я думаю, что лучше мы скажем, наверное, об этом, может быть, подводя итоги уже всей Олимпиады, но, конечно, поразило, что с таким теплом все отнеслись к этой Олимпиаде, удивительно просто. Есть только один негативный момент, которым во всем этом присутствует. Во-первых, конечно, никто не верил, что мы сможем, что после позора и после фиаско в Ванкувере мы завоюем такое количество и золотых наград, и всего, и я признаю, что я тоже в числе пессимистов проиграла всем споры, кому только можно при всем моем желании поддержать наших. Но второй вопрос, это, конечно, деньги, которые были туда вложены. Что-то по этому поводу президент МОК говорил. Вы знаете, дело в том, что многие страны эти деньги, чтобы создать такую инфраструктуру, которую создали за 7 лет в России, в Сочи, тратили, возможно, полвека. Поэтому понятно, что когда концентрировано в одной точке строится такое количество объектов, количество инфраструктурных объектов, в том числе дороги, туннели, мосты, развязки, аэропорт, вокзал, железную дорогу, то есть это же все за 7 лет. Поэтому, конечно, это все концентрировано получилось намного больше, чем в других странах, потому что у этих стран половина этого всего было уже. Поэтому вот так вот подсчитать и сказать, что вот Россия потратила нереальные деньги, ну, это, наверное, не совсем правильно. 50 миллиардов эта сумма вполне себе доступна в любом интернете. Ну, нет, если, говорят, растянуть на 50 лет, тогда, наверное, в принципе, получается, что, в принципе, не так много, наверное, да? Поэтому в этом отношении вот там дальше можно обсуждать, нужно ли было это делать сейчас. Но мы принимали решение 8 лет назад. И тогда, может быть, экономическое состояние и в мире, и в России было немножко другое, да? И понятно, что принимая это решение, мы не можем уже пойти обратно. И здесь отказаться невозможно. Поэтому взятые на себя обязательства, как и сказал Томас Бах, Россия выполнила на все 100%. При этом понятно, что были очень многие требования, которые достаточно жестко регулируются МОКом, где мы не могли тоже отступить ни на шаг. И можно было там вести какие-то переговоры о переносе каких-то объектов, вот как получилась совмещенная лыжно-биатлонная трасса, хотя первоначально они должны были быть отдельно. И какие-то там многие другие объекты, может быть, можно было перенести. Более там был бы смысл в этом так целесообразности. Но МОК тоже регулирует, и ничего здесь делать невозможно. То есть у них есть свои правила, и они не хотят, чтобы города там отходили. А то в книге напишут одно заявочное, а потом берут все, перекроят и сделают другое. Поэтому, конечно, вот в этом отношении России было сложнее, потому что мы все с нуля строили, и сложнее, и легче. А нельзя ли было потратить гораздо меньшую сумму на строительство всех объектов для того, чтобы, а, соответствовать стандартам, но, б, не выходить за рамки каких-то нереальных цифр? Потому что да, здорово мы смотрелись на церемонии открытия, да, здорово на церемонии закрытия. Понятно, что есть такое понятие русская душа и русское гостеприимство, мы должны выложить все лучшее на стол. Нельзя ли бы как-то это сократить, может быть? Пусть не в угоду иностранным гостям, которые поразились Расманку, но, тем не менее, сэкономить. Ну, на открытие-закрытие, я думаю, что как насчет экономии, это сложно, потому что, в принципе, это все равно на весь мир, это трансляции, это продаются права, и я думаю, что там есть определенная окупаемость, в любом случае, продажи прав. Поэтому это, наверное, какие-то коммерческие тайны, я просто не знаю, сколько стоила продажа прав именно этих церемоний, возможно, она большую часть покрыла просто всем странам, которые захотели у себя транслировать ее. Поэтому тут всегда вопрос такой коммерции и использования там уже так же, как и объектов. Мы же понимаем, что эти мосты нужны, эти дороги нужны, что нужна эта инфраструктура, горнолыжная структура, которая осталась и останется. И то, что она адаптирована для паралимпийцев, то, что мы говорили, скоро начнется паралимпиада. То есть, соответственно, для людей с ограниченными возможностями. Теперь на этот курорт смогут действительно приезжать люди, у которых есть там вопросы с передвижением по всей этой России, а в Сочи и на вокзале, и в аэропорту, и по городу можно уже будет передвигаться более свободно, доступно и так далее. Поэтому в этом отношении, конечно, этот курорт превращается в такое уникальное место. И просто вопрос, как мы будем это наследие использовать, забросим ли мы его завтра, да, вот как вот недостроили. Все равно понятно, что есть какие-то моменты недостроены, где-то благоустройство не успели сделать, в связи с тем, что все-таки зима началась, да. И, кстати, в этом году были сумасшедшие снегопады, то есть, я думаю, что даже был расчет... Заготовленный снег не понадобился. Вы знаете, расчет, наверное, был, что еще хотя бы в декабре еще будет более-менее бесснежно, как обычно бывает в Сочи. А тут начались какие-то сумасшедшие снегопады, потому что я была 14 декабря на Кройзо-Розе-Хутор. Если в прошлом году сезон Роза-Хутор открывали на точке там 1500 метров, то в этом году открывали реально на точке, где ратуша стоит, и было все в снегу. То есть, понятно, что благоустроить что-то просто не успели физически. Ну, нечего было уже благоустроить, все снегом засыпано. Поэтому вот в этом отношении, конечно, надо будет это все доделывать. Я думаю, что все равно там контракты выполнять должны будут до конца. и вот это то, что, может быть, есть какая-то грязь немножко где-то там, то, что снег сейчас сойдет же весной, надо будет все это делать еще более красиво, иначе, конечно, будет неприлично. А есть, может быть, какие-то подсчеты? Понятное дело, что ни одна, по-моему, Олимпиада пока не стала окупаемой и не приносила доходы, которые бы покрывали расходы. Почему были Олимпиады такие? Мы войдем в это число или такую сумму нереально за счет трансляции? Вы знаете, я знаю, что Оргкомитет точно окупил полностью, потому что Оргкомитет практически не получал, например, деньги от государства. Он полностью был за деньги спонсоров, партнеров, спонсоров, и вот организации именно там, вот волонтеры там и так далее, то, что-то оплачивалось Оргкомитетом, это от государства Оргкомитет денег не брал. Поэтому это тоже очень важно. То есть это вот было совершенно вне программы. А строительство, понятно, что окупаемость, она же ведь тоже оценивается. Вот, например, окупаемая Олимпиада была о самых, это Калгари. Кто знал Калгари до 88-го года? Ну, думаю, что вообще очень мало людей в принципе в мире. Сочи ждет та же судьба? Вот я надеюсь, что да, потому что, во-первых, будет привлечено уже внимание общественности мировой, потому что раньше действительно в мире, наверное, тоже не знал никто. Калгари, Лейк-Луис, горы эти, да, где-то слышал кто-то, но чтобы там ехать кататься, нет. Теперь я вижу, что есть много, после этого было и рекламы уже, что там одни из самых красивых курортов, горы и так далее. Поэтому здесь то же самое, потому что, знаете, вот приезжали, я же как будущий мэром Олимпийской деревни, ко мне приезжали главы государства, и я с ними разговаривала. Вот мне там интересное было их мнение, и они были с женами. И жены говорили, так, все, сейчас Олимпиада закончится, поедем сюда кататься. Ну, будем смотреть, приедут ли они действительно, сдержат обещание. Вернемся к разговору с Силаной Журовой буквально через минутку. Доброе утро всем присоединившимся. Сегодня говорим об Олимпиаде, подводим ее итоги, говорим в том числе и об экономической составляющей этих игр. Но медальную часть все равно не сможем избежать, и все равно буду вас спрашивать. Мы тут с коллегами почитали, что если медали Вика Уайлда, Виктора Анна, например, Владимира Григорьева, из коллекции наших медалей числить и прибавить туда завоеванные три золота Дарьи Домровичевой и Анастасии Кузьминой, в общем, получится хороший такой баланс. Вот я понимаю, что, с одной стороны, есть виды спорта, где, ну вот я, например, считаю слов стайл, фристайл какой-то субкультурой, которая выросла в полноценный олимпийский спорт. С другой стороны, у нас нет там ребят, и туда нужно действительно приглашать. Нет шортрека, теперь он появился. Насколько может быть грустно говорить о том, что у нас нет Дарьи Домровичевой? Ну, во-первых, вы знаете же, даже та же Дарья Домровичева уехала же не просто так, да, она в любом случае уехала, потому что в тот период была безумная конкуренция в нашем женском биатлоне. Там каждая была красавица, умница и олимпийская чемпионка. Ну, согласитесь, нынешнее состояние биатлона женского... Ну, кто же мог предугадать, когда была Дарья Домровичева молодой и перспективная, что действительно тогда просто было не пробиться, и сколько таких девчонок тоже уехало. Ну, знаете, как в борьбе. Сколько ребят уезжать, потому что только одно место, в одной весовой категории. А какое у нас совершенно сумасшедшее развитие борьбы на Северном Кавказе. Там каждый, может, кто выигрывает чемпионат России, это уже чемпион мира и олимпийский чемпион, по большому счету. Поэтому в биатлоне на том периоде, как раз когда была Домровичева, была тоже ситуация, когда... Когда девчонки просто пробиться туда не могли, в эту сборную. И вот куда им деваться? Правильно, как сказал Виктор Анн. Спортсмен в первую очередь... Кстати, знаете, наверное, он где-то совершенно, знаете, честный парень-то. Он сказал, в первую очередь спортсмен здесь подходит очень эгоистично. Он хочет реализовать свои возможности. Он ищет там, где он их может реализовать. И в этом, наверное, части, вот когда мы там начинаем страновую принадлежность как-то выявлять, вот для спортсмена... Кстати, наверное, Пьер Гопперден, когда говорил, мы с вами обсуждали, это первая глава Олимпийской Харти, говорит о том, что Олимпиада – это соревнования спортсменов, а не стран. Поэтому, в принципе, если следовать этой главе, то получается без разницы, в какой спортсмен в стране выступает, если он выигрывает, весь мир им восхищается. Поэтому вот мы этот, когда, знаете, придумали этот, в общем, командный зачет, все время про него говорим. Кстати, заметьте, неофициальный. И МОК вообще никогда не комментирует его. Он вообще даже не говорит ни одного слова. Потому что он знает, если он что-то скажет, он будет нарушать главный документ, по которому он живет – Олимпийскую Харти. И поэтому МОК его назвал, во-первых, неофициальным. Во-первых, он всегда говорит, ребят, это вы сами, это журналисты, страны, вы решили его учитывать. Мы его вообще не учитываем. Для нас главное – личности. За какую страну выступает эта личность, без разницы, она становится олимпийским чемпионом или чемпионкой. И вот здесь для нас не играет никакой роли. А вы уже своими политическими вещами начинаете заигрываться. Причем, знаете, я читала много статей, вот как раз объясняющих, а почему это появилось, а зачем, мне тоже было интересно. Просто страны посчитали, что если будет этот общекомандный зачет, то с точки зрения влияния на население, собственно, используя патриотизм, за родину, за свою родную землю, за родителей, будет легче вот это использовать. Если этого не будет элемента, то вроде как спортсмен просто спортсмен, ему будет, может быть, не так морально-волевые качества проявлять. То есть только сам себя. И в то же время это показатель, якобы, оценивающий развитие спорта в той или иной стране. Ну, знаете, вот тоже хорошо, можно говорить, ну, причем вот голландцы те же, вот они в Нагана выиграли шесть золотых медалей олимпийских, сейчас они выиграли еще больше, но провал был две олимпиады. И то, что говорит, что в это время в Голландии не развивались коньки, ну, это же не так. Но это страна, которая, в общем, по большому счету специализируется исключительно на конькобежном спорте. Конечно, и они две олимпиады, по большому счету, не очень хорошо выступили ни в Турине, ни в Ванкувере, то есть по сравнению, как было в Нагана и сейчас, да. Вот тут интересно. Или Германия. В прошлую олимпиаду в Ванкувере они не очень хорошо выступили, да. И что же, ты говоришь, что в Германии не развивается спорт? Да никогда не поверю в это. Или в Англии не развивается спорт? А что же они там... Они реально развивают вообще все виды спорта. Что же тогда они плохо развивают спорт в целом? Знаете, нельзя ориентироваться, что общекомандный зачет – это развитие спорта. Это страны, ну, такие, империи, да, Россия, там, Америка, могут... Или Норвегия, потому что она империя в лыжных гонках, поэтому она несколькими видами спорта завоевывает вот такой общекомандный... Или та же Голландия. Видите, одним видом спорта раз прорвалась. Но нельзя говорить в целом о развитии спорта в этой стране, исходя по общекомандным зачетам. И мне кажется, эта олимпиада как раз это показала. Она показала, что это спорт личностей. Согласна, потому что благодаря тому же... А, ну, люди побежали в секции шорт-трека, стали приводить своих детей, потому что стали понимать, что в горнолыжных дисциплинах мы можем завоевывать награды, то, чего для нас было никогда не досягаемо. Но для меня единственный момент, который бы я, конечно, очень хотела задать Виталию Леонидовичу лично вопрос Мутко, когда он сказал, что жаль, что у нас в биатлонной сборной нет спортсменок уровня Дарьи Домручевой. Это наша спортсменка. Это вот буквально его цитата. Я когда прочитал, думаю, здоровский у нас министр спорта. Он взял и сам ее отцепил. Потом оказалось, что она, оказывается, не наша спортсменка. Для меня это было удивительно. Нужно, конечно, сказать спасибо ребятам, которые для нас выиграли эти медали. Но, тем не менее, есть же масса вопросов. Я слушала, в том числе, и ваш репортаж, когда вы ввели... Коньки? Коньки, да. И вы сказали, что в той же Голландии есть совершенно чудесная тенденция, когда ребенок понимает, что он готов заниматься спортом, он уезжает в тот город, где есть инфраструктура, где есть та самая база, где он будет заниматься только спортом. И больше ничего. У нас же такой техники подготовки спортсменов технологий пока нет. Да, у нас есть, но она только в фигурном катании. Отчасти, вы заметили, да, что когда родители понимают, что его ребенок способен, ну, начиная там с 10-летнего возраста, как и было с Юлей Лепницкой, как и было с Дженни Плющенко и многими другими, они едут к тренеру в тот город, где этот тренер работает, который, соответственно, поднимет на уровень. Если Женя переехал из Волгограда в Санкт-Петербург, Юля из Екатеринбурга, да, сейчас тренируется в Москве. То есть вот на самом деле вот эта такая тенденция, она вот именно есть за границей. Я говорила, кстати, не про Голландию, говорила про Америку, про Канаду, где они именно к Кэткам поближе. Да, Кэткам. Потому что вот даже та же Бонни Блэйр, известная американка, пятикратная олимпийская чемпионка, она была из многодетной семьи, и у них там 5 или 6 детей, и она была самая талантливая у них. И отец 200 километров ее возил чуть ли не на тренировки каждый день. И когда они поняли, что это просто невозможно, вся семья, конечно, соответственно, там переехала поближе к катку. И так вот многие, потому что деваться некуда. У нас, мы, сама по себе нация же не очень мобильная. Поэтому понятно, что дети... А ребенка отправлять тоже не всегда опасаются родители, да, и, наверное, правильно делают. Но нужно всю свою жизнь положить на то, чтобы ребенок занимался. Ну вот тут, знаете, вот мир наш спортивный сейчас становится таким, что родителям, к сожалению, приходится выбирать здесь. И превращать это, ну, не в бизнес-план, конечно, но по некоторым видам спорта это бизнес-план. Что в теннисе, это бизнес-план. В хоккее, что это бизнес-план. И ты понимаешь, что у тебя нет другого выбора, ты должен переехать тогда с ребенком вместе. Найти работу, найти учебу ему уже в новом городе, там, где он... Жить в машине, как рассказывала мама Юлия Пницкой. Реализует, да, большие возможности. Вот, ну, это вот тенденция всего такого мира. Кстати, тот же Вик Вайл так и сказал, что Америке, я реально, ни мне Америка, ни я Америке ничем не обязана. Меня не потратили ни копейки, потому что такие виды, как сноуборд, они вообще считаются у них коммерческими, государство практически их не вкладывается. Потому что они знают, что спортсмен потом будет зарабатывать на экс-геймсах, будет на коммерческих турнирах зарабатывать. А Олимпиада, ну, да, здорово. Перед Олимпиадой мы, конечно, вас поддержим. Но Вик к тому моменту, пока Олимпиада еще не началась, он был там в десятке еле-еле, 4 года назад. И поэтому, конечно, на него, как на лидера, никто не обращал внимания. Таких американцев там полно. Поэтому, на самом деле, конечно, ему было непросто, и он выбрал, и так получилось, сложилось, что и любовь пришла, и все, и они переехали, он переехал в Россию. И ему здесь создали условия. Он просто до сих пор удивляется, потому что вот я с ним разговариваю, он говорит, я просто в шоке, потому что у нас для сноуборда государство таких условий не создает в Америке. Это больше дано на коммерцию. Сам как-нибудь вот ты там зарабатывай, сам трать, и сам развивайся. А мы тебе только перед Олимпийскими играми чем-то поможем, конечно, но вот имея в виду, что это коммерческий вид, поэтому вот вроде как и до свидания. Кстати, так же и с Саном получилось. Они сказали, мы тебя лечить не будем, у нас подросли свои новые олимпийские чемпионы. Слушай, ну ты бог, конечно, но прости, бог иногда тоже, вот в него вера, видимо, заканчивается. Они в него перестали верить. Ну и где теперь Корея со своими наградами? А вот он теперь, вот он взял и обиделся бог на Корею и решил, что ладно, я буду зарабатывать личность, а не страну. Кстати, тоже очень интересно, вот я сейчас буквально, чтобы закончить про наших натурализированных спортсменов, на самом деле я их защищала с самого начала, потому что этот случай уникальный. Это не хоккей, это не футбол, это уникальный случай, когда спортсмен не просто приезжает, он попросился. Его не купили, вот это большая разница. И Виктор Ан написал письмо и попросился. И также Вик Вайл приехал, женившись на Алёне Заварзиной. Ну такая семья у нас золотая. Она стала бронзовым призёром Олимпийских игр. И вы знаете, они оба попросились. И вот когда уже выиграл Виктор Ан свою медаль, я, ну вот, и Вик уже выиграл свою, мы сидели, завтракали, и я спрашиваю, Вика, ну а как, он говорит, знаете, я вот выиграл, потому что я увидел Виктора Анна. И я понял, у меня нет шансов проиграть, я не могу не проиграть, я просто должен выиграть медаль, потому что выиграл Ан. Что обо мне подумают? Это натурализированный кореец выиграл медаль, а я натурализированный американец не выиграл, что ли, медаль для страны, для России, которая так много для меня сделала. Ну и надо сказать огромное спасибо, потому что это тот случай, на мой взгляд, когда это всё оправдано, когда это не звёзды. Да, да, причём посмотрите, что сделал Анна, и это было понятно. Я говорила о том, что даже если Анна вдруг не оправится от травмы, он за это время сделает с командой то, что не сделал никто. Потому что он реальный, совершенно икона шортрека. По нему можно книжки писать, и то, что он научил ребят тактическим моментом и так далее, конечно, это феноменально, абсолютно точно. Ну я думаю, что его заслуга как раз в наградах наших ребят в эстафете, и тот же Григорьев. Но один бы он всё равно бы не добежал. Да, конечно. Тут очень важно. Он понимал, что если он хочет завоевать медаль в эстафете, должна быть достойная команда. Вот это очень интересно. Вы знаете, когда он вытянул эту команду. Если бы у нас наши легионеры, тоже понимая, что чтобы выиграть, надо вытянуть всю команду, ну где-то там, да, тогда было бы по-другому ситуация. У нас больная тема хоккей, она ещё впереди, и мы на эту тему тоже поговорим, пока ненадолго закруглимся, но вернёмся к разговору. Возвращаемся к разговору. Жарко у нас тут. Ровно так же было, мне кажется, в Сочи в момент проведения Олимпийских игр. Светлана Журовна сегодня в гостях. Ну что, подобрались к главной теме. Ну, я понимаю, что вы не человек, который обязан на эту тему отвечать и вовсе не обязан держать этот серьёзный ответ, но тем не менее, понятное дело, что для многих Олимпиада заканчивается тогда, когда завершается для их сборной хоккейный турнир. Увы, он для нас завершился, как и в Ванкувере, на стадии 1-4 финала. Много было камней накидано в огород Зинтулы Белядинова. Потом за него вступились. Его же коллеги сказали, что нет, его увольнять нет никакого смысла. Такая же история была и с Быковым. Что его уволили, ничего не поменялось. Нужно менять людей. Вот это тот случай, когда придётся рассказать, что там на самом деле было. Ну, сложно сказать, что было на самом деле, но я могу сказать, не то, что я не верила в хоккей, я тоже говорила везде, что если мы хоккей проиграем, настроение испортится. Но если мы выиграем в целом Олимпиаду, если мы все будем, несмотря на то, что хоккей уже как в программе закончился, а понятно было, что он может закончиться там где-то уже до конца Олимпиады, за несколько дней, а у нас получилось, что это произошло раньше, надо болеть за всех остальных. И все остальные ребята действительно до последнего дня, причём реально, вот моё было, помню, такое вот неоднократно я говорила, что болеем до последнего дня, в последний день разыгрываются две медали, и они могут быть наши. Я реально не знала, что так получится, что две наши медали именно в последний день. Но какое-то было вот мне завести болельщиков, что если вдруг так случится, что с хоккеем не получится, давайте болеть за всё остальное. И мне кажется, мы переломили всё равно. Кто-то говорил, но потом, когда пошли успехи в других видах спорта, мы даже переломили эту ситуацию, и хоккей уже как-то все, может быть, даже и обсуждать перестали, где-то закрыли глаза и начали дальше восхищаться победами наших замечательных спортсменов. Что с хоккеем? Знаете, наверное, ответ будет мой такой вот интересный. И, может быть, я поставлю на этом точку, потому что будет понятно, что я имела в виду. Было одно из интервью, одна из передач шоу, где спросили маленького мальчика, а кем ты хочешь быть? Ему пять лет. Он говорит, хоккеистом, играть в НХЛ. Вот мне кажется, ответ на вопрос, почему так? Ну, в общем, да. Ответил пятилетний мальчик. Он не хочет играть за Россию даже уже в пять лет. Хотя хочет здесь тренироваться, но потом на каком-то этапе он уже всё равно думает, что он уедет в Америку. Вот может быть в этом всё дело? Хороший ответ, потому что моя мама всё время говорила, когда наблюдала за всеми баталиями, она у меня тоже стала спортивным болельщиком, она звонила и говорила, срочно спроси у кого-нибудь, нельзя ли отобрать у этих миллионеров миллионы, пусть играют наши парни, потому что это просто невозможно смотреть. Когда люди выходят и бьются, когда тот же Анн выигрывает для нас три золота и бронза, когда тот же Уайлд выигрывает для нас два золота, то стыдно смотреть на то, как плохо себя ведут наши хоккеисты. Не хочется их так, наверное, добивать, но, знаете, кто кому, кто платит, тот так и выступает. Да, тот и танцует. Вопрос к тренерскому штабу, наверное, тоже очень большой, и вопрос не только по хоккее, но и по биатлону. Это тоже тема достаточно болезненная, к вопросу о том же шоу, не знаю, то ли вы смотрели или нет, у маленького ребёнка спросили, а вот в биатлоне есть пихлер, кто это такой, что это такое? Он сказал, пихлер, это тот, кто проигрывает. Это тоже было не в брови, а в глаз. До Коли. Видеть, в принципе, не так уж и проиграли. Мне такое ощущение, что действительно они видели, как они набирали, я видела просто, как они набирали форму, и у меня вот этот испуг был, когда я смотрела Кубки мира, видя состояние ребят, ну, таким профессиональным взглядом, я даже сказала, что они к Олимпиаде будут набирать форму спортивную, и у меня было такое ощущение, что вот они как раз под конец её-то и поднабрали, то есть им не хватило какого-то времени, у меня такое ощущение в подготовке. Нет, подождите, есть тренер, который знает, что это главный старт. Понятно, что в Кубок мира Олимпиады не входит, но тем не менее, это главный старт, на тебя все смотрят. Кто смотрит Кубки мира? Только больнейшие болельщики. Нет, нет, я имела виду, что видно было по Кубкам мира, что как раз они не добирали, и у них всё было рассчитано успеть под Олимпиаду. Не успели. Может быть, этой недели не хватило, да. И вот видите, это всё-таки у ребят золотая медаль. Представляете, реально они ногами побежали. И девчонки побежали ногами под конец Олимпиады. Вот я вот это, увидев на Кубках мира, когда они выступали, видно, что было, что что-то, вот они делают такое, чтобы на пик постараться выйти всё-таки к Олимпиаде. И чуть-чуть, видно, вот несколько дней, неделю не хватило. Такое тоже, кстати, бывает. Я такие чудеса видела неоднократно, когда действительно тренер вот так рассчитывал, чтобы реально вот такой пик-пик, да, поймать. И вот просчитывался. И вдруг, или после наступало, да, вот уже там чемпионат мира закончился, на следующей неделе Кубок мира, и человек там фурор показывает. Или наоборот, действительно, когда человек до недели до этого ничего не показывал, вдруг показывает это на чемпионате мира. То есть бывают, например, вот эти недели туда-сюда. А бывают ещё и целые сезоны, такой же, как был в прошлом году шикарный у малышка, а в этом году он, к сожалению, не так хорош. Но мне кажется о том, что не всё спокойно и правильно в биатлонном государстве стало понятно уже давно, а когда во время Олимпиады Глазырину отстранили... Старых. Нет, Старых отстранили по допингу, между собой невыясненные отношения. Это ведь тоже... Вы знаете, на самом деле, мне кажется, что когда вот со старых эта история была, она как-то тоже по команде немножко ударила, потому что, к сожалению, все начали там тоже где-то переживать за эту историю, и была надежда на неё определенная, даже серьезная, не то, что серьезная. Но она лучшая была из-за россиянок. В том-то и дело. И когда такое происходит, во-первых, все же косятся, начинают смотреть на всех, и это всё равно на спортсменах нервозно отражается, потому что, а, опять эти русские, там что-то. Хотя там тоже было, хватает скандалов и у других, да? Но вот это такой момент, вы помните, когда был тогда с финской, по-моему, сборной, когда там полностью её там выкосили, вот, и тоже, я помню, сколько они поднимались после этого. То есть это вот действительно непростая история с этими допингами, и поэтому мне кажется, что вот это вот то, что так произошло до Олимпиады, это нам тоже на команде немножко отразилось. А стоит ли ожидать ещё допинговых скандалов? Понятное дело, что их там брали во время соревнований, но потом их через какой-то там период времени вскрывают, и А, и Б. Есть ли, к несчастью, шанс, что когда-то всплывёт ещё? Вот смотрите, все пробы А уже открыты, и, соответственно, то, что касается допинга, который сейчас занесён, и который сейчас, те методы проверки работают, и вот как они проверяют их, они покажут нормальный результат, потому что всем медали выданы, потому что иначе бы не выдалась медаль, потому что это делается прям там ночью, да, и потом уже выдаётся медаль, или там её лишат прямо во время Олимпийских игр. Но проба Б может проверяться и потом. Вы помните, как лишили медали Амстронга? Ну, на наше счастье, но всё-таки. Потому что вы помните, что получил Якимов. Да. И здесь, ну, это было далеко за... Вот он получил, по-моему, в прошлом году, да, Олимпиада была в Афинах. Да, 2004. И это прошло там практически через 8 лет. То есть по свежим слезам сейчас ничего, к счастью, не будет? Не будет. Я думаю, что там, если только те методы уже выявления через 8 лет, которые будут, вот тогда, наверное, может быть, что-то кто-то выявит. Какие-то допинги, которые вот сейчас как-то прикрываются, да, возможно, тогда да, но спортсмены должны это понимать. И поэтому сейчас все это знают, и думаю, что рисковать никто уже не хочет. Ну, та же Лепницкая жаловалась, что её держали до 2 часов чуть ли ночи на допинг-контроле. Она, бедная, не выспалась. Там зверствовала вада. Вы знаете, тут не то, что зверствует вада. Дело в том, что, ну, бывают какие-то, знаете, физиологические моменты у человека, когда он просто от нервов, от всего, ну, не может сдать допинг. Ну, да. Вообще никак. И поэтому можно так сидеть до позеленения. То есть вот такое бывает. И особенно, когда ты это нечасто достаточно делаешь. И, в принципе, Юля, я думаю, что молодая девочка совсем, она ещё не знакома с этими вещами. Для неё это вообще стресс сам по себе, я думаю, потому что надо привычку иметь. Когда ты там уже участвуешь во многих международных соревнованиях и делаешь это каждый день, и ещё и с кровью вместе, то есть, соответственно, ты понимаешь, что до соревнований, вот у нас до соревнований, во время соревнований, после соревнований. И ты уже привыкаешь, относишься к этому абсолютно нормально, понимая, что тебе нужно сделать, как нужно сделать, куда пойти, что, где врач, что... И не нервничать, да, по этому поводу. Поэтому, знаете, вот тут могла просто она из-за того, что такие вот поздно соревнования заканчиваются, у неё заканчиваются уже там к 12-ти ближе, да. Поэтому, конечно, в этом отношении всегда это непросто, непросто. Мне кажется, Олимпиада стала тем каким-то глобальным событием, куда приехали все журналисты, которые только можно. Москву выкусило всё, регионалов было там тоже достаточное количество. И это же ведь тоже большой стресс для спортсмена. И мне кажется, что очень многие незавоёванные медали, они стали следствием перераздачи интервью. Мне кажется, что это в первую очередь сказали сына Вани Скобреве. Вы со мной не согласны? Потому что он мелькал на экранах везде, но на пьедестале он, к сожалению, так и не мелькнул. Но, вы знаете, вот многие тренеры, та же Ирина Винер, если её послушать, она своим девчонкам где-то, наверное, за полгода уже запрещает практически давать интервью. Журналисты очень по этому поводу негодуют, говорят, что как же так. Она говорит, вот давайте соревнование закончится, а потом сколько угодно, вот хоть там с утра до вечера берите интервью, а где-то вот за какое-то количество времени прекращать. Мы с тренером, в принципе, я могу сказать, тоже перед Олимпиадой Туринской приняли, хотя понятно, что я там востребованная, всегда была популярна, всем хотелось там поговорить. Но мы так ограничили количество, потом мы сказали, когда выиграли чемпионат мира, мы сказали, вот есть два дня, до Олимпиады остается три недели, вот два дня, два дня мы даём все интервью, после этого мы не даём ни одного интервью. Кто успел, тот успел. Логично. И после этого мы прекратили опять, то есть что по поводу Олимпиады, что по поводу чемпионата мира, не дали ни одного интервью до Олимпиады. То есть это было вот такое как бы табу. Поэтому то, что там, знаете, вот заметьте, что была такая интересная даже тенденция, помню, что кто сняется в рекламе там одной кампании, тот никогда не выиграет Олимпиаду. И вот все, кто снимался в ней, почему-то действительно вот прям раз за разом не выигрывали Олимпиаду. Блокаты висят по всей Москве, перед Олимпиадой. Это была, конечно, катастрофа, может быть, действительно происходит какое-то и разбазаривание энергии, и лишний вот этот выход. Хотя вроде ты хочешь что-то такого сделать, ты же там работаешь на спонсоров, еще на что-то, но ты потеряешь в чем-то другом, потому что все равно это отвлекает тебя, это ты должен ехать, это ты сбиваешь какие-то свои графики. Те же не всегда журналисты к тебе в номер приезжают, да, и там на базу тренировочную. Часто тебе надо куда-то приезжать. А, например, какое-то шоу, например, ток-шоу, я даже иногда бывает отказываюсь, потому что это ожидание около трех-четырех часов вместе с шоу, и это реально ничего себе. Спортсмен, который будет три часа где-то там болтаться, ну, тем более болезни, еще что-то. Ну, это есть тут такие нюансы, много людей вокруг. А нельзя как-то это на, ну, может быть, на законодательном уровне запретить? Ребята, да отстаньте вы. Я понимаю, что сейчас эта Олимпиада, это продаваемый продукт, но тем не менее есть спортсмены, от которых вы же потом, журналисты и я в том числе, ждем каких-то результатов, медалей, как принято говорить, голову очков в секунду. Их не бывает. Просто потому, что спортсмен получается выхолощенным. Он все уже рассказал, у него нет сил для того, чтобы выйти на старт и показать все, что он к чему готовился в течение спортивной подготовки. Ну, вы знаете, я думаю, что те журналисты, которые очень профессиональные, давно работают именно в спортивными такими интервью, или они берут маленькие комментарии, да, и не берут там полноценных интервью, и не стараются спортсмены затянуть. Зачастую на телевидении, понятно, работают девчонки и ребятам, которые дали задание «Надо привести». И они начинают кого-то там прицеловать. Присоризировать. «Давай, надо, там надо, там вот это будет». А спортсмен тоже, знаете, он же тоже думает, а почему бы нет, я буду попопулярнее, вдруг у меня спонсор появится, вдруг еще что-то. Но если бы в нашей стране действительно хоть спонсоры бы появлялись у этих спортсменов, они-то и не были иностранцы, то тогда хотя бы было понятно, когда, в принципе, и своих соп-спонсоров-то не так много, кого пиарить-то надо, или тебе... То есть ты, получается, не всегда, честно скажу. И бывают потери в результате. Ну, к сожалению, наверное, как и у Вани произошло. Там, может быть, это не только по этим причинам. У меня там есть, наверное, свое мнение на это, почему могло так произойти. Вот. Все-таки я думаю, что и в случае с Ваней, и с многими другими спортсменами, которые, вы знаете, вот, наверное, надо быть такими голодными, как Вик Вайл и Ан, а они все-таки голодные. Для побед. Потому что... И до побед, и до денег. Потому что нельзя сказать, что прям всех их там хули-ли-ли-ли-ли. Вот. А тут... Ну, Анна рассказывает, что он прописан в школе Олимпийского резерва. У него нет своего жилья. Про что я говорю. Они голодные художники сейчас. Поэтому им нужно этой стране тоже и народу доказать, что не зря. Да, не зря они здесь. И... А когда ты уже свой родной, у тебя положенная зарплата, от того, как ты выступаешь, она не изменится. Так что же... Почему вы... В общем, тут есть нюансы. Хорошо. Напомню, что у нас сегодня в гостях олимпийская чемпионка, депутат Госдумы, а также мэр горно-олимпийской деревни Светлана Журова. Вернемся к разговору через минутку. Возвращаемся. Сегодня подводим итоги Олимпиады в Сочи. Ну, вот многие журналы и газеты вышли с названием «Триумф после провала». Вы согласны с тем, что это действительно триумф или какие-то подводные камни остаются еще и в вашем сознании, и в понимании? Что, может быть, расстроило? Ну, на самом деле, мы сегодня обсуждали Ваню Скоболева. Конечно, я надеялась на его медали и коньки. Я надеялась, что и Ольга Фаткулина, и Юсков смогут завоевать медали. Но что-то не получилось. Сложно сказать, что там с подготовкой было не так, и, наверное, только такой аккорд и командная гонка, и Ольга Граф получилась единственная. Причем, знаете, на Ольгу Граф меньше всего, может, и рассчитывали. А она вот, к счастью, завоевала эти медали. Причем я могу сказать, что когда я ее анализировала еще осенью, это было понятно, что она вот как раз одна из немногих, кто тоже завоюет медали, это точно. Поэтому, наверное, у меня было немножко такое грустное настроение по поводу коньков. Честно скажу, почему еще? Потому что я искренне желаю, чтобы в коньках было развитие. Потому что не так много детей занимается. Нужны имена. И мне еще 4 года быть бывшей, ну, как бы, олимпийской чемпионкой, последней, мне это неприятно. Не то, что не неприятно, мне это грустно. Грустно, согласна. Мне это грустно. Мне так же было грустно, когда я помню, что я вернулась после рождения ребенка, и через 3 месяца, да, понятно, да, такой теткой, да, я выиграю чемпионат России. Вот тогда мне было очень грустно. Я тоже поняла, что что же происходит-то, да. И я была так рада, когда появилась Ольга Фаткулина, честно. Думаю, ну, слава богу, есть смена. Может быть, что-то еще не хватило, молодая, вот как бы, все-таки 24 года, ну, сложно сказать, да. Хотя она уже чемпионка мира. Но коньки не такой же возрастной ли спорта. Вот смотрите, да, конечно. Я тоже в 24 года не выиграла свою Олимпиаду, выиграла в 34. Поэтому у Ольги еще все впереди. У нас есть ряд там специалистов, которые вообще считают, что человек молодой очень редко, когда в коньках, может выиграть. То есть он должен быть действительно головой очень готов. стратегом и тактиком. Или надо быть бесшабашным, да, вот голландцем, который все равно, да. Поэтому вот мы все-таки такие более серьезные, более разумные. И, видимо, вот надо дойти до этого разумия, до точки, да, когда ты можешь уже в коньках тоже выиграть. Наверное, вот мое разочарование немножко такое было связанное с коньками. В целом с Федерацией это нормально, потому что шорт-трек добавил, и в принципе, ребята добавили. В целом-то вся команда. Потому что молодых очень много. И это как раз, говорит, перспектива на пинчонок. Это же у Юлии и у Дениса Юскова. У них у всех там все еще впереди. Юскова было для меня вот жальче всего, потому что он все время останавливался вот в этом шаге от одной вот этой сотой секунды, чтобы взойти на пьедестал. Но вот к вопросу о том, чем мы говорили раньше, что многие спортсмены едут под катки. И у нас есть в Сочи прекрасная арена для того, чтобы заниматься и шорт-треком, и конькобежным спортом. Нет ли желания, может быть, какой-то идеи у Федерации попросить сделать в Сочи вот ту базу, куда будут приезжать беженые только подготовки. Вы знаете, у нас есть такие уже центры, бессмысленно его делать в Сочи. У меня есть в Коломне, есть в Челябинске. Есть. Я предполагаю, что, конечно, очень здорово было бы сейчас подзимнюю универсиаду такой же иметь в Красноярске, причем не в Красноярске, мое мнение, а в Девногорске, потому что там Среднегорье, и каток надо строить чуть повыше. Было бы здорово, потому что такого катка нам реально не хватает. В свое время, когда мы писали заявочную книгу, я настаивала на том, не внизу, а он бы был бы где-то там наверху, конечно, его перспективы дальнейшего использования катка и для мира, и для России было бы 100%. То есть все бы ехали так же, как все едут в Калгарь или как все едут в Солклэйк-Сити. Поэтому в этом отношении, если все думают, знаете, кто сказал какое-то такое интересное предположение, что вот голландцы выиграли, потому что лед. Сочи очень похож с хиренвейским, хиренвейским льдом, в Хиренвине. Хочу всех расстроить и разочаровать. Не похож? Потому что это безумно дорого. И если ты хочешь кататься среди бабушек и детей, сборная не может себе позволить этого, потому что она просто переубивает всех. Поэтому они просто там не катаются. Они только там выступают иногда на чемпионатах своей страны, и все. Они тоже так же, как и мы в свое советское время, не советское, а российское время, катаются в Германии, где угодно, но только не в Голландии, не поверите. Что странно. Сборная практически не тренируется на катке именно в самой Голландии. Они тренируются везде по миру. А вот дети, да. Потому что там все катки отданы по детски, массовый спорт. А вот тренироваться в сборной уже ездят в другие места. Вот так интересно у них создано. Да, они поизвеляются, конечно, там иногда тренируются, но это такое небольшое время. И я просто сама это точно знаю. Поэтому вот здесь говорить о том, что там как-то они попривыкли к этому льду, я бы так не говорила. Но арена Адлер, к сожалению, будет выставочным центром, и там не будет коньков, а потом, опять же, ради сборной заливать. Дороговато будет. Должна же быть культура в самом крае. В культуре в крае нет. Пусть вот сейчас, может быть, шортрек, фигурное катание, хоккей, этого достаточно для края уже будет, вот, чтобы развивать. А может быть, коньки действительно оставить там, где они принципиально хорошо развивались. Ну, так сказать, в Москве тоже есть же каток. Просто то, что, может быть, нет такой школы, к сожалению, хотя сумасшедший совершенно каток, уровня подготовки. И здесь можно было бы делать центр. А получается, что, в принципе, этого нет. Ну, что же сделаешь? Тут лучше. Да, тут, и я думаю, что вот надо... Завидовать нужно. Хорошо бы вот у нас был на Дальнем Востоке где-то еще один каток. Может быть, тоже не помешало бы. И вот в Девногорске это был бы вариант. Сейчас вот в конце года будет открыт в Петербурге еще каток полукрытый. Кстати, тоже такой вариант интересный, как в Голландии. Там уже очень много полукрытых катков. Если говорить про детский спорт, даже в том же Петербурге, именно конкобежный, у нас очень хорошая школа. И есть... Я вот всегда говорила, что для каких-то регионов не надо переживать, что у вас, ну, там, не знаю, нету каких-то там рекордов спортсменов сумасшедших. То есть должен быть пример, что кто-то у вас вырос из вашего региона. И он, к сожалению, возможно, уехал. Может быть, уехал. И выступает параллельным зачетом. Это сейчас модно. Или теперь модно... Ой, этот параллельный зачет для меня, это, да, такая история отдельная. Я не очень его, честно говоря, поддерживаю, потому что делить медальку пополам тогда надо. То есть каждому... Если ты выступаешь за три региона, он поделен на четвертинки. С другой стороны, в твоем родном регионе может жить твой первый тренер, который в тебя вложил достаточное количество усилий, и потом было бы жалко его не упоминать. Конечно. Это вот в этом отношении интересная ситуация. Но я бы говорила, что надо, может быть, вообще эти зачеты по регионам убирать, а зачеты делать только по детскому спорту. Вот если оценивать работу региона по детскому спорту, а вот спорт высших достижений вывести за грань и за рамки, да, и не отчитываться региону за спортсменов вот этих великих. То есть вот ты подготовил великих, вот за это ты получишь. А то, что он за тебя выступает, уже когда стал великим, это не факт, что это уровень развития спорта в твоем регионе. Согласна. Мы вчера разговаривали с Тамарой Москвиной. Она сказала, что Олимпийские игры, на ее взгляд, станут тем толчком, который действительно позволят в России развиваться спорту, сделать его приоритетом, национальным проектом, ну, грубо говоря. И при этом она уверена, что это действительно в нашей стране возможность, что инфраструктура будет использоваться, что все у нас будет дальше лучше. Вы согласны с ее мнением? Я согласна. Причем, знаете, она-то может анализировать. Катков-то по сравнению с Советским Союзом закрытых, вот в хороших условиях их же значительно больше. Потому что понятно, что если бы сейчас их не строили, и тогда бы еще принятие решения там тем же Фетисом, вот эту программу по строительству объектов не было, и он ее не продавил тогда, то мы бы сейчас, наверное, могли уже, ну, реально не говорить уже никаких Лепницких и о многих, и Фаткуленной в том числе. Потому что этой инфраструктуры просто не было бы построено. А зима, видите, какая. Уже и в Москве каток достаточно сложно, чтобы держался долго, и до многих регионов, к сожалению. Ну, нет уже того, и на катке открытом тоже уже детки так как-то тренироваться-то не хотят. Все тоже хотят в красивых, хороших условиях, в крытом катке, замечательно, в тепле, в стандартных условиях. И, конечно, когда тренирует один тренер на открытом льду, и тренер, который тренирует в Челябинске, к примеру, у нас, это принципиальная разница вообще другая, это другие виды спорта уже. И поэтому детям-то обидно, а настроить столько катков тоже сложно. Поэтому вот в этом отношении, конечно, то, что сделана эта программа, она все равно сработала, уже сработала. И вот эти вот новые звезды, наши молодежи, она вот именно на этом. Даже тот же сноуборд, он же вообще, как бы для нас такая экзотическая история. Но так как у нас все-таки горки для сноуборда, это, в принципе, есть. У нас для скоростного спутка не хватало горок и инфраструктуры. А для сноуборда, в принципе, было более-менее, потому что такие вот небольшие горки, это возможно в нашей стране. Остается 10 секунд до окончания эфира. Есть ли в целом довольны тем, как закончилась Олимпиада? Очень довольна, конечно. И вы знаете, просто понятно, что такие результаты феноменальные. Они дадут всплеск в разных видах спорта. Я рада, что мы действительно выполнили наши обязательства. И спасибо огромное и Томасу Баху, который сказал, наверное, основные слова, которые мне очень нравятся. Он сказал, что мы отсюда уезжаем друзьями. Мы приехали, видимо, не очень друзьями, а вот уезжаем друзьями. И второе, наверное, такое тоже важное, что я слышала от спортсменов, и, конечно, с этим согласна. Наши игры звучат как hot, cool, yours. То есть это зимние, горячие, жаркие, зимние, твои. Но на самом деле слово cool имеет два значения. Клевые. Это еще и крутые. Поэтому вот мы сделали крутые игры, спортсмены сказали, что вы, ребята, крутые, они говорили cool, и оно в середине. Значит, это самое главное. На самом деле, действительно, все уехали довольные, и всем очень нравилось, спортсменам, и ни одно СМИ не смогло перебить основного. Спортсмены на этой Олимпиаде были главные. Мы это обещали, и мы это сделали. Спасибо. Светлана Журова у нас была сегодня в гостях, но, надеюсь, еще после какой-нибудь российской Олимпиады тоже поговорим.